Значит, господа, вот, пожалуйста, меня зовут, я забыл представиться в самом начале, Владислав Абрамович Мерлин. Вот это мой почтовый адрес. Итак, вопросы, которые мы сейчас затронем, это, ну, тема у нас сформулирована так, процессы пользователей и потоки ядра. Итак, они у нас рассматриваются на двух курсах. Первый из этих курсов называется программирование на языке C для Linux, где мы изучаем программирование с точки зрения прикладной программы. Обратите внимание, программирование с точки зрения прикладной программы. Да, значит, смотрите, господа, мы разбираем все на операционной системе Linux. То есть эти курсы посвящены Linux. Второй из них у нас называется проектирование драйверов устройств для Linux. И там рассматриваются, в общем-то, те же самые вопросы, но с точки зрения ядра операционной системы. Значит, сразу же отсюда первое. Очевидно, почему Linux, а не Windows. Потому что Windows ядро операционной системы нам недоступны. Соответственно, рассмотреть эти же самые вопросы в Windows с точки зрения ядра мы не можем. В Linux нам доступна вся система от и до. То есть мы можем там смотреть, как хотим и где хотим. Теперь второй вопрос. Почему Linux, а не другая Unix-подобная система? Здесь ситуация такова. Первый из этих двух курсов, программирование на языке C для Linux, на самом деле рассматривает даже не Linux, а POSIX-совместимые системы. POSIX-совместимые системы. То есть материал, который рассматривается на этом курсе, то есть программирование на языке C для Linux. В основном, ну, разумеется, не на 100%, но процентов на 90% будет работать и на других C для Linux-совместимых системах. Например, на FreeBSD, на MacOS. Если рассматривать этот материал не с технической, а с идеологической точки зрения, то он будет работать и на Windows. На Windows вызовы функций выглядят иначе, но логика работы будет приблизительно такой же, но похожа. Конечно, отличия будут гораздо более существенными. Что же касается второго из этих курсов, программирования драйверов устройств, то здесь, конечно, мы работаем только с Linux. Дело в том, что на POSIX-совместимых системах, точнее говоря, разумеется, внутренние устройства ядра совершенно разное, и ядро FreeBSD устроено совершенно иначе, нежели ядро Linux. Поэтому вопросы ядра, конечно, надо рассматривать отдельно. Поэтому там уже, конечно же, только Linux. Это что касается курсов, на которых рассматриваются вопросы, которые мы сейчас затронем. Мы же с вами затронем сейчас вопрос о потоках и процессах. Ну и давайте начнем разговор, грубо говоря, от САХИ. Когда у нас стартуют операционные системы, в частности Linux, первое, что у нас происходит, это загружается в память ядро операционной системы. Ну, опуская некоторые особенности ядра, о них я на курсах расскажу поподробнее, что существуют разные виды ядер, то есть бывает макроядро, микроядро. На Linux мы имеем дело с макроядром, а это означает вот что. Что у нас имеется два режима работы. Два режима работы. Первый из них носит название... Так, извините, я что-то потерял. Первый из них носит название kernel space. Kernel space. То есть пространство ядра. Второй из них носит название user space. Пространство пользователя. Работа. Слово работа в данном случае следует понимать в обычном, бытовом смысле. Потому что слова поток и процесс я пока еще не произносил. Так вот, под словом работа я понимаю любые действия, которые выполняет компьютер. Ну, процессор. В данном случае мы сосредоточиваемся на центральном процессе. Так вот, работа, выполняемая в пространстве ядра, имеет без ограничения доступ к любой области памяти компьютера. Обратите, пожалуйста, внимание, что kernel space и user space – это разделение не памяти. То есть нельзя сказать, что у нас память разделена на пространство ядра и пространство пользователя. В строгом смысле слова это не так. Пространство ядра – это режим работы. И в этом режиме работы нам любой самый завалящий байт памяти в компьютере доступен. В том числе и тот, который принадлежит какому угодно из процессов пользователя. В пространстве пользователя нам доступна только какая-то выделенная область памяти. И лазить куда угодно за пределы этой области мы не можем. Обратите, пожалуйста, внимание, что опять-таки не следует понимать, что пространство пользователя – это пространство, выделенное данному процессу пользователя. Это не совсем так. Потому что, опять-таки, user space – это тоже режим работы. И то пространство, которое мы можем, то есть та область памяти, которую мы можем использовать, то есть читать и писать, работая в режиме user space, это не вся та область памяти, которая выделена для данного процесса, то есть для данной работы. На самом деле выделено несколько больше. Так вот, давайте теперь вернемся. Итак, у нас стартовала операционная система, загрузилось ядро. И в ядре выполняется сразу одновременно несколько вычислительных последовательностей. Linux является системой многозадачной. Соответственно, вычислительных последовательностей, то есть работ, которые выполняются, может быть много. Каждая из таких вычислительных последовательностей носит название thread – поток. Обратите, пожалуйста, внимание, что на данный момент все потоки у нас выполняются в пространстве ядра. Вот те потоки, которые стартовали изнутри ядра и выполняются в пространстве ядра. Они так и носят название – поток ядра. Kernel thread. Kernel thread. Итак, в момент, когда у нас операционная система стартовала, ядро загрузилось в память, и больше пока еще ничего не произошло, у нас произошла вот такая вот фигня. То есть у нас ядро в памяти и работает какое-то количество потоков ядра. Обратите внимание, ни одного потока работающего в пространстве пользователя у нас на этот момент пока еще нет. И чисто теоретически мы можем этим и ограничиться. Ну, правда, в случае с Linux так никто не делает, но чем черт не шутит. Если мы будем использовать какую-нибудь встраиваемую систему, например, программировать стиральную машину, мы можем теоретически вообще ни одного процесса пользователя не запускать. Но, повторюсь, это только теоретически, на практике в Linux так никто не делает. А на практике происходит следующее. Как только все необходимые процессы, потоки ядра стартовали, происходит один из этих потоков. Один из потоков ядра переключает себя в пространство пользователя. При этом, такому потоку выделяется некоторая область памяти. Некоторая область памяти, которая ему приписывается как его собственность. Ему могут, может, кроме области памяти, быть выделены еще некоторые другие ресурсы. Ну, например, там к нему могут быть приписаны теоретически. Повторюсь, это не всегда так практическо. Какие-то прерывания, какие-то порты ввода-вывода, то есть ресурсов может быть много. Но мы с вами в первую очередь рассматриваем какую-то область памяти. Часть этой области памяти, но не вся, может быть адресована и использована как память пользовательского процесса. То есть вот это та самая память, если вы вспомните язык программирования C, то то, что я заштриховал, это та самая область памяти, которая может быть использована под переменные в программной языке C. Причем переменные всех видов. Это могут быть переменные и статические, и автоматические, и динамические. Соответственно, в зависимости от того, какие это переменные, различия могут различать, а могут и не различать. Сегмент данных, сегмент стейка, сегмент кучи. Но сейчас нас это не интересует. Короче, заштрихованная область – это та, которая может быть использована под переменные на языке C. То есть в том смысле, в каком они в языке C имеются. Вот этот самый процесс, который первый переключился в пространство пользователя, называется словом имид. То есть это процесс, являющийся основой для всех других процессов пользователя. Обратите, пожалуйста, внимание, что заштрихована не вся область, которая выделена для данного процесса. Вот вся область памяти, которая приписана к данному процессу, в данном случае процессу имид, носит название ресурса процесса. Ресурса процесса. А вот здесь я хотел бы обратить внимание на один очень важный момент. Господа, с точки зрения ядра существуют ли какие-нибудь отличия между потоком ядра и процессом пользователя. Вот если мы смотрим отсюда, вот с этой точки зрения, вот отсюда, с точки зрения пользователя, то мы видим с вами вот один процесс, вот там, возможно, где-то еще второй, и вот ядро. Да, вот оно внизу. А с точки зрения ядра, вот если мы посмотрим отсюда, у меня возникает вопрос. Вот, вот так. Так вот, господа, запомните, пожалуйста, краткий ответ. С точки зрения ядра, никакой разницы между потоком ядра и процессом пользователя не существует. То есть, глядя изнутри ядра, мы вообще говорят, лишь по косвенным признакам мы можем отличить процесс пользователя от потока ядра. Таким косвенным признаком является то, что в ядре существует макрос, который называется словом проц. Макрос. Этот макрос может быть вызван из любого потока ядра. Вот в любом потоке ядра мы можем использовать этот макрос, который будет равен нулю для обычного потока ядра. А для потока ядра, который представляет собой процесс пользователя, результатом макроса проц будет указатель на ресурсы процесса. То есть, получить указатель на ресурсы процесса мы можем при помощи вот этого самого макроса проц. Соответственно, если некий поток ядра не представляет собой пользовательского процесса, то проц будет нулем. Обратите, пожалуйста, внимание, что из пользовательского процесса, то есть, из пространства пользователя вопрос доступен ли нам макрос проц из пространства пользователя? Ответ нет, не доступен. Вот здесь вот проявляется тот факт, что с точки зрения ядра все пользовательские процессы выглядят как потоки ядра. Что у нас происходит дальше? Если мы хотим запустить какой-то еще пользовательский процесс, то мы выполняем специальную команду, которая называется fork. Обратите, пожалуйста, внимание, что любой пользовательский процесс является клоном, прямо или косвенно, но является клоном процесса или. Когда выполняется команда fork, ресурсы процесса точно копируются, то есть, выполняется точная копия всех ресурсов процесса. Ну и в соответствии за тем мы можем уже выполнять, что нам необходимо. Обратите, пожалуйста, внимание, что когда мы запускаем какую-то команду из командной строки, ну, например, программу пользовательскую из командной строки в Linux, то при этом у нас фактически выполняется fork от процесса init или какого-нибудь еще процесса вспомогателя. Соответственно, функцию fork мы можем вызвать в Linux из любого пользовательского процесса, но это мы на курсе посмотрим, как это делается. Можем это делать без ограничений, таким образом процесс мы можем плодить в любом количестве. Ну, пока не исчерпается память компьютера. Итак, господа, обратите внимание, что пользовательский процесс... Пусть они же после того, как зарегистрировались, им на почту, которую они указали, приходит ссылка. И вот та ссылка, которая, соответственно, пришла, да, где джоинт... Простите, я не понял... Она с память обычно приходит. Ну, мне пока имели. Подождите, я не понял, о чем идет речь, при чем тут почта. Может быть, это была какая-то случайность? Я не понял, пошел вопрос. Мы сейчас обсуждаем пользовательские процессы. Вот. Может быть, какая-то ошибка? Господа, если... Я что-то не понял. Да, возможно, это была ошибка какая-то. Если я что-то не понял, будьте добры, напишите мне в чат пояснение на эту тему. Вот. Просто у нас в данном случае инженер техподдержки сейчас не подключен к чату, поэтому я не понял ситуацию. Итак, давайте продолжим нашу работу. Ну, в смысле, я продолжу свой рассказ. Итак, господа. Разговор о подключении к чату. Ну, если мы этот разговор слышали, значит, товарищ, видимо, уже подключился к чату. Ну, ладно. Господа, давайте продолжим разговор. Время не терять на людей. Соответственно, господа, мы сейчас выносим за скобки один важный момент. Внутри процесса пользователя мы тоже можем создать несколько потоков. Пользовательское приложение тоже может быть многопоточным. Соответственно, любой пользовательский поток с точки зрения ядра тоже выглядит, как поток ядра. Из любого пользовательского потока тоже доступна переменная проц, которая имеет представляем... Вернее, макрос проц, который представляет собой указатель на ресурсы данного процесса. Соответственно, если мы возьмем два потока одного и того же пользовательского процесса, То есть два пользовательских потока одного и того же пользовательского процесса. То ресурсы у обоих общей. Так, господа, я очень прошу, кто из вас не пользуется микрофоном в данный момент, отключите микрофон, пожалуйста. Вот. Итак, если мы возьмем два пользовательских потока одного и того же процесса, то, соответственно, указатель проц у них будет один и тот же. Будет указывать на одну и ту же область памяти. Поэтому мы сейчас будем исходить из рабочей гипотезы о том, что у нас все пользовательские приложения однопоточные. Господа, на самом деле я хотел бы обратить внимание, что, хотя это, конечно, на практике и не так, пользовательские приложения, разумеется, могут быть многопоточными, очень часто таковыми являются. Но для нас сейчас несущественно разница между разными пользовательскими потоками. То есть для нас сейчас все пользовательские потоки на одно лицо. У нас есть некий пользовательский поток и связанный с ним указатель на ресурсы процесса. Все. Который это поток, основной ли это поток процесса, побочный ли поток процесса, нас не интересует. Значит, господа, пожалуй, я, кстати, хочу сказать, что на самом деле это нас будет интересовать, но это мы обсудим уже на курсе. То есть сейчас мы исходим из рабочей гипотезы о том, что у нас все пользовательские приложения однопоточные. Так вот, господа, дальше возникает следующий интересный момент. В какой-то момент мы с вами, предположим, захотели из пользовательского потока, ну, например, считать данные из файла. Для этой цели мы вызываем с вами функцию read, которая из дискового файла считывает данные. Ну или она же может считать данные, например, из сетевого сутки. Но давайте вспомним, что функция read – это необычная функция, это так называемый системный вызов. То есть, иными словами, когда мы вызываем функцию read, у нас выполняет этот вызов ядро операционной системы. То есть системный вызов – это обращение к ядру. И вот давайте вспомним описание. Я сейчас это скажу на словах, а на курсе я это покажу и на практике. Что у нас в документации по функции read написано буквально следующее. Что функция read считывает из файла дескриптор, которого указан. Ну, то есть первый параметр – это у нас дескриптор файла, да, потом буфер, в который надо записывать данные, и потом длина буфера. Считывает из файла дескриптор, которого указан. Указано не более, чем указано количество байт. В моем случае это n. И записывает их в буфер, который задан вот вторым параметром. То есть это системный вызов. Давайте вспомним для начала, что такое дескриптор файла. Мы помним с вами, что в операционной системе Unix дескриптор файла – это целое число. Да? Так вот, оказывается, вот в этой незаштрихованной части ресурсов существует массив структур. Каждая из этих структур описывает некий файл. А дескриптор – это, по сути, индекс файла в этом массиве. То есть индекс соответствующей структуры. Обратите, пожалуйста, внимание, что сами структуры располагаются в незаштрихованной области ресурсов пользователя. То есть эти структуры доступны из пространства ядра, но недоступны из пространства пользователя. Как же работает вузсистемный вызов ритм? Оказывается, он заставляет нам соответствующий поток переключиться в пространство ядра. Обратите, пожалуйста, внимание, что поток остается тем же самым. Он переключается из пространства пользователя в пространство ядра. Работает какое-то время в пространстве ядра. При этом он имеет доступ вот к этим самым структурам из ресурсов процесса. А выполнив свою работу, переключается обратно в пространство пользователя. Вот такая вот петрушка. То есть обратите, пожалуйста, внимание, что функция ритм, системный вызов, выполняется тем же самым потоком, что и пользовательский процесс. Просто этот самый поток переключается в пространство ядра, выполняет свою работу, а затем переключается обратно в пространство пользователя. Вот именно это очень важно понимать, когда мы будем разбирать материал, связанный с низкоуровневым вводом-выводом, с работой с сетевыми сокетами и же с ним. Потому что на курсе, который будет программирование на языке C для Linux, мы будем с вами изучать работу, вот как бы долбиться к ядру вот с этой стороны. Вот с этой точки зрения смотреть на процесс. На курсе проектирования драйверов мы будем с вами изучать, как запрограммировать вот эту часть работы. То есть как смотреть на процесс вот с этой точки зрения. То есть забор у нас будет один и тот же, но мы в него будем тыкаться с двух разных сторон. И таким образом мы получим целостное представление о происходящем. Но, господа, это еще не все. Я хотел бы показать еще один любопытный момент. Оказывается, бывает ситуация, когда у нас происходит и наоборот. Поток ядра временно переключается в пространство пользователя. Вот посмотрите, в данном случае у нас поток пользователя временно переключился в пространство ядра. А вот я думаю, что кто-то из вас может вспомнить ситуацию, когда у нас поток ядра временно переключается в пространство пользователя. И происходит у нас при этом вот что. Есть у нас некий пользовательский процесс. Давайте я возьму красную ручку, чтобы было удобнее. Есть у нас некий пользовательский процесс. Вот он у нас образовался. Этот пользовательский процесс временно приостанавливается. Вот здесь вот у него произошел стоп. И вот здесь пользовательский процесс прекратил свою работу. Затем какой-то из потоков ядра временно переключился в пространство этого процесса. Выполнил свою работу. Заметьте, пользовательские потоки в этот момент все стоят. Итак, пользовательский поток. Поток ядра временно переключился в пространство пользователя. Вернее, не все пользовательские потоки стоят, а стоят все потоки данного процесса. Потоки других процессов как работали, так и работают. И переключился обратно в пространство ядра. А пользовательские потоки после этого продолжили свою работу. Вот они сделали какую-то паузу, позволили потоку ядра что-то выполнить в контексте процесса. И затем продолжили свою работу. Так вот, господа, когда пользовательский процесс временно переключается в пространство ядра, это у нас называется системный вызов. System call. А когда поток ядра временно переключается в пространство пользователя, это называется сигнал. Изучать этот момент, когда будем на курсе программирования на языке C для Linux, изучать обработку сигналов. Соответственно, в зависимости от того, который именно из потоков ядра переключается в пространство пользователя, и по какому поводу он это делает, различают разные сигналы. Например, если у нас переключается в пространство ядра, вернее, извините, в пространство пользователя поток, отвечающий за, например, ну за что? Например, за вычисление. И произошло у нас, например, произошла попытка деления на ноль. То поток ответственной за вычисление переключается в пространство пользователя, позволяя некой функции отреагировать на попытку деления на ноль. То есть это будет у нас сигнал, который имеет соответствующий код сигнала, и мы можем, соответственно, написать функцию обработчик сигнала и приметь меры на этот случай. Если переключается в пространство процесса поток, отвечающий за адресацию памяти, например, за поиск по указателю нужной области памяти, то, соответственно, мы можем отловить ситуацию, когда пользовательский процесс пытается, допустим, прочитать что-то из непредназначенной для него области памяти. Допустим, у нас процесс в этом случае будет не просто падать с сегментейшем фолка, а будут вызываться соответствующие сигналы, и мы можем опять-таки отреагировать на ситуацию, что у нас происходит в этом случае. Господа, вот обратите, пожалуйста, внимание, что потоки ядра, вот тот факт, что с точки зрения ядра все пользовательские процессы выглядят как потоки ядра, имеют при программировании на Линуксе весьма существенное значение. Оказывается, они взаимодействуют весьма плотным образом, весьма тесно, и мы можем, вмешиваясь в этот процесс, делать довольно тонкие действия. Вот. Ну, соответственно, господа, когда мы будем с вами разбирать еще некоторые важные моменты, связанные с вот какой ситуацией, а что делать, если нашему процессу пришел сигнал ровно в тот момент, когда выполняется системный вызов. То есть, что делать, если сигнал попытался вклиниться в процесс выполнения системного вызова, вот сюда. Вот. Скажите, пожалуйста, вот вопрос. Ситуация, когда сигнал вклинился поперек системного вызова, то есть мы начали системный вызов, еще его не закончили, а сигнал уже пришел. Если мы хотим эту ситуацию разрулить, ее надо разруливать где? В пространстве ядра или в пространстве пользователя? Если мы хотим разрулить ее своими средствами, а не полагаясь на поведение ядра, то мы должны рулить это в пространстве ядра. И на этот счет в ядре Линукса есть соответствующие функции, которые позволяют нам отреагировать на приход сигнала. Допустим, если мы сами программируем системный вызов, то ситуация, когда мы не можем закончить этот системный вызов и по причине пришедшего сигнала соответственно описывается соответствующими функциями, мы тоже посмотрим, какие это функции, как с ними работать и как можно сделать, что запрограммированный нами системный вызов может быть прерван по пришедшему сигналу. То есть мы еще посмотрим, как взаимодействовать и вот в этой вот ситуации. Итак, господа, вот на самом деле сегодня, пожалуй, это самое главное, что я хотел бы рассказать. Сегодня у нас, раздавая, мой рассказ будет не очень длинный, вот, но я приглашаю вас на наши курсы, на этих курсах мы рассмотрим эти и другие вопросы, не только в теории, не только посредством моего рассказа, но и запрограммируем их на практике тоже. К сожалению, я не могу вам показать это прямо сейчас, потому что, хотя эта работа и не очень сложная, но программирование всего того, о чем я сейчас рассказала, занимает у нас два полных занятия. Одно полное занятие на курсе программирования на языке C для Unix и одно на курсе проектирования драйверов устройств. То есть я сейчас, по сути, обрисовал вам в общих чертах один из важнейших моментов, которыми мы будем заниматься на этих курсах. Вот, ну а так, приглашаю вас на наши последующие семинары и на наш курс.